Доброе утро, Бокертов. Мы на сайте ahas.org и воспользуемся самым большим в мире, самым качественным русско-евритским разговорником. Сегодня мы будем говорить о продуктах. Если нам нужны общие фразы, то на первой странице мы найдем фразы. Сколько стоит, какова цена. Например, немножко дальше можно попросить скидку. Мне нужно и так далее. И, допустим, нам хочется сегодня поговорить о напитках. Давайте поговорим об алкогольных напитках. Переходим в раздел напитки. Напитки на иврите. Машка от. Алкогольные напитки. Машка от. Харифим. Дальше идет тематический словарик. Буха. Буха это алкогольный напиток, который готовится из инжира. И известен он выходцам из Туниса. Обратите внимание, как принято писать слово буха, скав и алиф. Это не ивритское слово. Виски. Виски. Яйн. Это вино. Вино на иврите. Яйн. Аперитив. Можно сказать аперитив. Есть еще слово акдем. Но оно известно только специалистам. На практике мало кто его знает. Если мы хотим сказать сухое вино, мы скажем яйн. Явеш. Сладкое вино. Яйн. Моток. Полусухое вино. Яйн. Хаци. Явеш. Вино для благословения. Яйн. Леки душ. Белое вино. Яйн. Лаван. Красное вино. Яйн. Адом. Розовое вино. Яйн. Розе. Или Яйн. Варод. Или Яйн. Сомек. Все варианты можно встретить. Игристое вино. Яйн. Тусес. Например, мы хотим сказать, что нам нужно вино десятилетней выдержки. Мы скажем. Эсер. Шнод. Ишун. Если мы хотим вместо десяти упомянуть какое-то другое число, мы просто перейдем по ссылке, выберем нужное число и поставим его вместо десяти. Выдержанное на иврите мэйюшан. То есть, яйн. Мэйюшан. Это выдержанное вино будет. Водка. Водка. Анисовая водка на иврите называется арак. Встречается написание и с айном, и с алиф. Это не ивритское слово, поэтому правила здесь не работают. Вот. Коктейль. Мы скажем коктейль. В иврите есть слово мимзак, но оно встречается крайне редко, как правило, только в специальной литературе. Мимзак – это коктейль. Коньяк. Коньяк. Ликер. 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 Если мы хотим сказать шоколадный ликер, то мы к слову ликер добавим нужное слово. Например, ликер. Шоколад. Шоколадный ликер. Ликер. Тапузим. Тапузим – это апельсины. Ликер. Тапузим. У нас получится апельсиновый ликер. И так далее. Наливка на иврите называется шикер. Обратите внимание, слово шикер пишется с буквой кав. Если вы написали с кав, то смысл этого корня, шин, кав, рэш – это опьянение. Если вы вдруг ошибочно напишите здесь кув, то получится шикер. Шикер – это обманул. Ошибка потеряется смыслом. И так, если шикер – это наливка, мы можем добавить какое-нибудь слово, например, сливы. Получится шикер – шизефим. Сливовая наливка. Пиво на иврите – бира. Шампанское – шампания. Теперь, если мы хотим, здесь чуть ниже мы найдем название. Например, бутылка на иврите будет бакбук. Стеклянная бутылка – бакбук с хухит. Пластиковая бутылка – бакбук пластик. Дальше идет емкость, которую мы можем подобрать. Мы изучаем иврит на сайте ahas.org. Пользуйтесь самым большим в мире и самым качественным в мире русско-евритским разговорником на сайте. Разговорник постоянно обновляется, постоянно увеличивается. Будем вам рады. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова